Мне хотелось бы узнать, как мне спать меньше и улучшить качество сна. Сон не является жизненной необходимостью. Телу нужен отдых. Сон — это одна из форм отдыха. Многие начинают думать. В Тамилнаде, когда кто-то говорит «он отдыхает», они имеют в виду, что он спит. Не обязательно. Можно сидеть и отдыхать, не так ли? Да? Можно стоять и отдыхать. Когда восстанавливаетесь после бега, разве это не отдых? Вы стоите, а потом садитесь. Разве это не ощущается как отдых? Можно отдыхать по-разному. Главное, отдых означает, что поменялось соотношение энергетических процессов. Потребление снизилось, а производство осталось на том же уровне. И через некоторое время вы чувствуете себя восстановившимися, потому что потребление энергии снизилось. По сути, вы управляете соотношением энергетических процессов. Если вы занимаетесь энергозатратной деятельностью, потребление увеличивается. То энергии, которую вы производите, недостаточно. И через некоторое время вы чувствуете усталость, потому что потребление было на высоком уровне. Если вы снизите уровень потребления и увеличите производство, через какое-то время вы почувствуете прилив энергии. Допустим, вы бежите. Вы пробежали километры, предположим, больше не можете ступить ни шагу. Многие из вас принимали участие в марафонах школы Иши Видео и пробегали по 42 километра. Но, предположим, после нескольких километров вы не можете больше ступить ни шагу. Просто посидите 10 минут, даже без еды и питья. И вы почувствуете себя восстановившимися, не так ли? Все, что вы сделали, уменьшили потребление, а производство осталось на том же уровне. Существуют способы уменьшить потребление энергии, но в то же время увеличить производство. Если вы достигаете определенного состояния расслабленности, когда я говорю о расслабленности, это не что-то, что доступно для понимания большинству людей, потому что большинство не находится в состоянии расслабленности. если вы полностью расслаблены, если ваше тело полностью расслаблено, все расслаблено, и вы всегда будете чувствовать себя хорошо отдохнувшими. Если вы чувствуете себя такими отдохнувшими в течение дня, если вы поспите днем, ночью вам потребуется меньше сна. Да? О, вы уже начали экспериментировать. Если вы спите днем, вы не сможете много спать ночью, если только вы не больны или не устали слишком сильно. Потому что вы хорошо отдохнули в течение дня, вы не сможете спать ночью. То есть вам не обязательно спать. Если пока вы сидите здесь, ваше тело будет отдыхать, вы увидите, что количество необходимого сна естественным образом уменьшится. Как улучшить качество сна? Не пытайтесь улучшать качество сна. В идеале в жизни вообще не должно быть сна. Но пока это невозможно. В теле еще есть инертность. Так что ему еще требуется минимальное количество сна. В остальное время оно расслаблено. Если вы будете находиться в состоянии расслабления, тогда вы не заходите спать, если только не достигнете определенного уровня усталости. Тело никогда не требует сна. Оно требует отдыха. Если вы не знаете, как сидеть расслабленно, ваше тело будет отдыхать так. Если вы можете сидеть полностью расслабленно, вы сможете сидеть часами, не засыпая. Иначе это единственный известный ему способ отдыха. Поэтому не пытайтесь улучшить качество сна. Такого понятия не существует. Просто научитесь осознанно поддерживать свое тело отдохнувшим и расслабленным. Сидя здесь, вы можете сделать следующее. Мысленно пройдитесь от макушки до пальцев ног. Все ли свободно и расслаблено? Вы сидите так? Когда вы сидите, старайтесь расслабиться настолько, насколько это возможно. Не все вы можете сделать осознанно. Расслабьтесь настолько, насколько это возможно. Внезапно вы обнаружите, что если вы обычно засыпаете в 10, если вы расслабленно просидите здесь в течение часа, вы обнаружите, что захотите спать на полчаса позже. Не в 10. В это время вы еще не будете спать. Поэтому, вместо того, чтобы улучшать качество сна, улучшайте качество жизни. Если вы улучшите качество жизни, когда я говорю об улучшении качества жизни, ничто в вашей жизни, что бы вы ни делали, начиная от дыхания и заканчивая самыми сложными вещами, их качество не улучшится, если вы не сможете делать их расслаблено. Не так ли? Да? Только когда вы можете делать что-то абсолютно расслаблено. Например, вы едете на велосипеде. Если вы едете так, нельзя сказать, что вы наслаждаетесь ездой. Если вы можете ехать расслабившись, настолько расслаблено, что даже если вы отпустите руки, велосипед все равно пойдет вперед, туда, куда вы хотите. Значит, вы действительно расслаблены. Вы можете лучше управлять велосипедом благодаря вашей расслабленности, не так ли? Эти две вещи связаны друг с другом. Если вы улучшите качество своей жизни, количество необходимого вам сна естественным образом уменьшится. Если качество жизни ухудшится, и вы ничего не сможете делать расслаблено, тогда вы не сможете и спать. Но вы не сможете спать из-за стресса, а не потому что хорошо отдохнули. Вы не сможете спать, потому что испытываете стресс. Так вы долго не проживете. Если ваше тело не получает достаточно отдыха, оно умрет. Что-то сломается. Если вы не расслаблены, вы ослаблены. Вы двигаетесь в этом направлении. Если вы больны, это значит, что вы нездоровы. Когда мы говорим, что вы скончались, это значит, что вы мертвы. Так что не идите по пути болезни. Идите по пути расслабленности. Если вы будете полностью расслаблены, количество необходимого сна уменьшится, вы будете хорошо спать, потому что будете хорошо жить. Вы хотите улучшить только качество сна. Но в жизни так ничего не работает. Если вы хорошо просыпаетесь утром, вы будете хорошо спать ночью. Существует множество систем. Чтобы дать это людям, в восточных культурах, в частности в Индии, все эти системы были сделаны частью повседневной жизни. Сейчас, конечно, люди отказываются от них, потому что все стали современными. Быть современным означает быть в состоянии стресса, в постоянном напряжении, переживать по поводу всего. Это значит, что вы действительно современны. Но традиционно все это было частью жизни. С самого утра, когда вы просыпаетесь, и до того момента, как вы ложитесь, что вы должны делать, как вы должны вести себя, все это было установлено. Люди прежних поколений понимали это. Но внезапно все стали по-западному образованными, современными и напряженными. Это называлось «Ачара-Вичара». Что делать, чего не делать. Все определено с утра и до вечера. Все аспекты жизни. Следуя этим правилам, вы все делали в состоянии расслабления. Настолько расслаблены, насколько возможно. Так что для тех, кто не мог посвятить себя йоге и духовному процессу, для них это было сделано частью культуры. По крайней мере, вы настолько расслаблены, что будете просыпаться счастливо и хорошо спать. Даже сейчас в Индии используется такое выражение. Если кто-то говорит «Знаете, случилось то-то и то-то», они отвечают «Ну и что? Зато я хорошо сплю». Может, он и заработал много денег, зато я хорошо сплю. Слышали такое? Люди так говорят, это часть культуры. «Я хорошо сплю» означает «Я хорошо живу». Только потому, что я хорошо живу, я могу хорошо спать. Если я живу плохо, я не смогу спать хорошо. Поэтому не пытайтесь улучшить качество сна. Улучшайте качество жизни. Тогда естественным образом вы станете спать лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok